МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшее время в городе вырастет новый микрорайон. Где он будет находиться и как выглядеть сегодня, показали журналистам. Это заснеженное поле в поселке Гремячево в недалеком будущем станет новым современным микрорайоном. Площадь жилья, которое планируют тут построить, измеряется сотнями тысяч квадратных метров. То есть новоселье справит около 10 тысяч человек. Высотность жилых домов начнется с 7 этажей, но самыми высокими станут так называемые свечки, в 16 этажей. Кроме жилья, построят два детских сада по 240 мест и школу. Традиционный в таких случаях вопрос, как туда добраться, тоже обещали решить. В первую очередь, когда будет строиться, будет осуществляться перевозка типа «Газелей» микроавтобусами. А потом, когда весь микрорайон будет достроен, то есть они будут включены в схему массажирского движения уже городского. Ну, какого вида там, естественно, троллейбусы здесь ходить не будет, но автобусные и микроавтобусные будет транспортная схема обеспечена. Участок земли, на котором и будут строить район, принадлежит частной компании. Однако часть территорий застройщик отдаст городу на решение социальных программ. К примеру, для расселения из ветхого и аварийного жилья. Если все пойдет по плану, строительство начнут уже в этом году. Но жителям коттеджей неподалеку от места предполагаемого строительства боятся, судя по всему, нечего. Сносить никого не будут. Так или иначе, 17 февраля пройдут публичные слушания по строительству микрорайона. Все пожелания и замечания можно будет высказать там. А вот на очистной станции завраженные работы уже начались. Там ведутся монтажные работы нового цеха по очистке сточных вод. Чебоксары станут первым городом в Поволжье, где будет организовано производство по новым технологиям. Раньше сточные воды сбрасывались без очистки в Чебоксарское водохранилище, а водоканал оплачивал негативное влияние на окружающую среду. Для полного прекращения сброса таких вод и необходимо строительство современного обрабатывающего комплекса. Строители уже приступили к монтажным работам цеха механического обезвоживания осадка и на трубопроводе подачи осадка из горизонтальных отстойников. Ведется подготовка к обустройству бетонного основания специального резервуара сгустителя осадков. Сейчас полностью готова строительная площадка. Вырублена часть деревьев и кустарников, демонтированы ливневые стоки, вырыты два котлована. Работы ведутся по графику. За 17 месяцев сооружения будут построены и сданы. Напомним, контракт стоимостью 163,5 миллиона рублей на строительство комплекса сооружений по обработке осадков был заключен в октябре 2013 года. Работа проводится в рамках совместного проекта правительства России и Международного банка реконструкции и развития. Продолжаются ремонтные работы на проспекте Ивана Яковлева в Чебоксарах. Сейчас дошла очередь до переустройства теплотрассы на проспекте Мира. В связи с этим будет ограничено движение транспорта. С 8 по 10 февраля будет закрыто движение всех видов транспорта, кроме общественного, от остановки проспект Яковлева до пересечения с самим проспектом. На следующей неделе, 13, 14 и 15 февраля, такое ограничение будет действовать на нечетной стороне по проспекту Мира, от пересечения с проспектом Ивана Яковлева до заезда в дворовую территорию дома номер 35. Движение транспортных средств будет организовано в объезд по существующей улично-дорожной сети. Сегодня в Новочебоксарске загорелась автобаза. Сообщение на пульт дежурного поступило в 0,50. Пожарные прибыли на место через 3 минуты и уже через 3 часа потушили огонь. Всего в тушении приняли участие 7 единиц техники и 22 сотрудника МЧС. Пострадавших и погибших нет. На данный момент на месте работает пожарно-исследовательская лаборатория, которая и выясняет причины возгорания. А спустя час в Чебоксарах на территории автовокзала загорелся туристический автобус. Причина возгорания – неисправность систем автомобиля. Завершено расследование уголовного дела бывшего главы администрации Мариинска Посадского района и его знакомого. Бывший руководитель района обвиняется в злоупотреблении, должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. А его сообщник в посредничестве. Подробная информация от Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии. По версии следствия, в 2011 году обвиняемый вынудил председателя местного райпо продать ему земельный участок, принадлежащий этой организации, расположенный в престижном районе города Мариинского посада на берегу реки Волга. Площадь этого участка составляла свыше полутора тысяч квадратных метров. В последующем он организовал победу своего подчиненного в конкурсе на приобретение соседнего с этим земельным участком, земельного участка площадью 261 квадратный метр. В последующем он намеревался приобрести этот земельный участок у подчиненного, однако сделать этого не успел, и, соответственно, не успел оформить его в свою собственность. Тем не менее, на первом участке, который он приобрел у райпо, он успел построить жилой дом. Кроме того, Юрий Моисеев получил спонсорскую помощь в размере тысячи долларов за празднование четырехсотлетия дома Романовых, однако деньги по назначению не направил, а использовал по своему усмотрению. Что касается взятки, то на оперативной съемке запечатлен процесс ее передачи Моисееву. Бывший глава Марпосадского района обещал предпринимателю победу в аукционе по продаже земельного участка в обмен на 4 миллиона рублей, однако успел получить только 2 миллиона. А сейчас Юрий Моисеев заключен под стражу и ожидает суда. Посредник находится под подпиской о невыезде. К другим новостям. Лабораторный опыт, разработка инновационных программ и роботомоделирование. Пятая гимназия уже больше года работает по специально разработанной программе. Учебное заведение вошло в ассоциацию школы Сколково. Накануне там побывал заместитель министра связи и массовых коммуникаций России. В учебном заведении Марк Шмулевич детально изучил все IT-технологии. Эту отрасль он курирует и в министерстве. Чем удивили федерального чиновника-гимназиста, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Теперь это не просто школа, а большой инновационный плацдарм. После победы на всероссийском конкурсе в учебном заведении начали создавать уникальные компьютерные программы. Высоких оценок уже заслужили проекты юных биологов. Их разработки легли в основу элективных курсов, которыми пользуются школьники многих регионов. Удивили почетных гостей, молодые программисты. Плот их разработок, специальные ресурсы, которые помогают провести олимпиады и проверить знания учеников. Причем за считанные минуты. Автором программ Марк Шмулевич поставил высокие оценки, а некоторым предрек и достойные награды. Здорово, что вы сейчас делаете упор на математику. В принципе, это беспробовичный вариант. Потому что она в любом случае структурирует то, как вы носите. Но дальше найдете себя в чем-то. Когда вам будут вручать Нобелевскую премию, в рассылке вашей биографии будет написано «Родился в чем-то». Но пока дети не задумываются о Нобелевских премиях, они намерены и дальше создавать инновационные продукты. В гимназии ребята занимаются не только по общепринятой программе. К примеру, здесь они изучают и астрономию. Вопрос почетного гостя гимназистов не застал врасплох. Почему все-таки Вселенная такая большая, мы пока никаких сигналов подтверждения жизни в плане так не получаем? Ну, либо... Интересно. Либо жизни нет, либо нам сигналы. Заместитель федерального министра признался ребятам, что ни разу не прикасался к телескопу. Предложение гимназистов оказалось довольно заманчивым. Я вот увижу, наверное, какую-то камеру. А, дворец детского южного творчества. Да, да, вполне. Но удивили Марка Шмулевича не только инновационные разработки, но и показатели, которых гимназия добилась за последние годы. Престижные вузы страны поступают более 90% выпускников. Учебное заведение даже попало в список 500 лучших по всей стране. Я увидел десятки ребят, которые, как говорят, талантливы во всех направлениях. Если талантливы в одном, то у тебя будет получаться все остальное. Ребята, которые думают о своем будущем, которые хорошо, будучи в 9, 10, 11 классе, представляют свои возможности. Еще один козырь гимназии – призеры Олимпиад. Только в прошлом году побед на престижных конкурсах добились более 300 учеников. Для самых лучших гимназистов устраивают роскошный бал. К нему ребята готовятся основательно. За несколько недель до часа икс начинаются репетиции. Эта традиция приглянулась и почетным гостям. Медрик Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. Обустройство детских площадок, организации капитального ремонта в многоквартирных домах, решение вопросов ЖКХ. Это лишь небольшая часть вопросов, с которыми обращаются к депутатам городского собрания. Александр Андреев встретился с жителями своего избирательного округа в стенах 29-й школы и обсудил актуальные для них вопросы. Александр Андреев старается заботиться о жителях своего избирательного округа. Например, в 2004 году он учредил стипендии отличникам учебы и до сих пор продолжает их выплачивать. Организуют интересные выезды для детей. Недавно ученики 29-й школы побывали на масло-сырбазе, где для школьников провели экскурсию и угостили мороженым. Район, опять повторюсь, к сожалению, наверное, вот у нас сложный, очень много неполных семей, очень много, скажем так, детей, которые в трудной жизни ситуации оказываются. И поэтому, когда Виктор Ильич Мяков всегда просит помочь с питанием детям таким, кто попал в трудную ситуацию, я всегда стараюсь это делать. Александр Андреев председатель комиссии по развитию территории города и градостроительства. Принимает жителей в городадминистрации общественной приемной Дмитрия Медведева. Ни одно обращение граждан он старается не оставить без внимания. Половина из них решаются положительно. Основные вопросы, которые беспокоят жителей, касаются сферы ЖКХ, ремонта домов, качества обслуживания управляющих компаний. И эта встреча не обошлась без наболевшего вопроса. Мы сделали запросы водоканала. И нам представили отчеты, что у нас управляющая компания «Вертикаль» не со всеми арендаторами вообще заключала договор. Первое. Второе. Не все арендаторы заключили договор с водоканалом. Значит, какие-то деньги оседают в управляющих компаниях. Третье. Водоканал нам в ответе представила свои показания общедомовых приборов учета. Эти показания не соответствуют с теми показаниями, которыми указаны в квитанции. Следующую встречу договорились провести совместно с представителями управляющих компаний. Назад в СССР. Новочебоксарские школьники с помощью родителей и учителей вернули целую эпоху. Так в школе номер два появился уголок живой истории. В одном из начальных классов появилась выставка под названием «Так учились наши родители». В классный музей побывали мои коллеги Галина Титарчук и Николай Яковлев. В нашем небольшом музейном уголке. Торжественное открытие экспозиции состоялось в конце января. А с начала февраля в классный музей потянулись посетители. В роли экскурсоводов ученики третьего А. Те, кто участвовал в создании музея. В школьном музее называется «Так учились наши родители». Я дома поговорила с мамой. Она тоже очень заинтересовалась этой идеей. И передала мне все свои учебники, по которым училась в четвертом классе. Ксюша Лаврентьева вместе с мамой разыскали школьную форму советского образца. Кто-то принес пионерский галстук, фотографии и многочисленные дипломы и грамоты 80-х годов прошлого века. Общими усилиями собрали около 60 экспонатов. Нам очень интересно узнать, как учились наши родители в школьные годы. Я думаю, что наш классный уголок он освещает наш класс. И мы, когда приходим в школу, в класс улыбаемся, смотря на этот уголок. Идея создания необычной выставки возникла случайно. С легкой руки классного руководителя Ирины Вахировой. Мой класс третий год посещает художественный музей города. Мы там занимаемся. Каждый месяц ходим в музей, с нами работают. И вот пришла такая идея создать в классе сами музей. В классном музее, как и в настоящем, есть даже книга отзывов и предложений. Каждый может здесь оставить свою запись и пожеланиям, что с удовольствием делают и школьники с параллельных классов и учителя. Третьеклассники уверены, что этот уголок истории будет интересен и выпускникам второй школы, которых планируют приглашать сюда во время ежегодных вечеров встреч. Ребята, я вам желаю, чтобы ваш музей пополнялся новыми экспонатами и чтобы с нас брали пример все ребята чувашие и в своих классах открывали такой же классный уголок. Так учились наши родители. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. Одна голова хорошо, а две лучше. Этот принцип работает, пожалуй, везде, особенно когда речь идет о деле государственной важности в прямом смысле слова. Накануне учебное заведение, которое готовит будущих управленцев, занимается подготовкой и переподготовкой профессиональных кадров, чебоксарский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации обзавелась сразу тремя партнерами. Кстати, произошло это в рамках Всероссийской научно-практической конференции. Подробности в сюжете. А я с вами прощаюсь. До свидания. Проблемы и перспективы устойчивого развития России в глобальном измерении. Научно-практической конференции под таким непростым названием Чебоксарский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы отметил приближающийся день российской науки. Кстати, уже в пятый раз. Официально конференция Всероссийская, но на деле ее границы значительно шире. Конференция очень интересная, содержательная, юбилейная, и мы очень рады, что эта конференция сегодня практически имеет статус международный, потому что участвуют у нас гости из ближнего и дальнего зарубежья Украины, Белоруссии, Германии, Швеции. Поучаствовали в мероприятии те, кто к развитию страны и региона, в частности, имеет самое прямое отношение. Тема, как они будут обозначены сегодняшней конференции, она очень серьезная, устойчивое развитие России. А что конкретно уже более близко к нашей теме, это регионального развития, я уже говорила, что мы ждем роста опалы в региональных продуктах, в то же время нужно говорить, что все-таки в этом году мы получили рост и в строительной отрасли, а вы сами прекрасно понимаете, в строительной отрасли это трайвы экономики, да? Впрочем, собрались представители ведомств не только для того, чтобы почитать и послушать доклады. С Академией они и раньше работали бок о бок, а теперь оформили свои отношения официально. В рамках конференции подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Одно из них Советы муниципальных образований республики. А не случайно в стенах учебного заведения проводят большую работу, к примеру, с главами сельских поселений. Порой просто не хватает теоретических знаний, порой просто не хватает каких-то психологических навыков, навыков общения с людьми. Сегодня надо решать вопросы котельной, завтра надо решать вопросы водоснабжения, послезавтра надо чистить дороги и так далее, и тому подобное. И вот сейчас очень много проходит обучение, причем это на бюджетные средства и переподготовку в стенах этой академии, и мы видим, что результаты положительные они есть. Кроме Совета муниципальных образований, УЗы сотрудничества протянулись между академией и агентством по поддержке малого бизнеса, а также Министерством имущественных и земельных отношений. Российская академия народного хозяйства государственной службы это та уникальная площадка, которая нам готовит кадры и для реального сектора экономики, и для государственного управления. В последующем мы можем опираться на эти кадры для того, чтобы развивать нашу экономику, для того, чтобы эффективно управлять в расширении госсектора. Во-первых, это возможно для наших студентов, проходящих обучение по основным образовательным программам, проходить практику в реальных органах власти, общественных организациях и структурах, ну и тем самым приобретать практические навыки, которые понадобятся им впоследствии в профессиональной сфере деятельности. Иными словами, у каждой из сторон свои интересы, которые в итоге послужат общему делу. Свести как можно ближе процесс обучения, теорию с реальной жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok